Майдан Я уже взял эту ответственность И, как я соглашу этот договор, я готов принять эту ответственность Майдан стоит Арсений Петрович, говорят, что очень многие люди в регионах покидают войска Виктора Януковича Вам не кажется, что сейчас по подписанию соглашения вы играете ему на руку? Ни в коем случае Почему? Мы соглашения подписывали не с Януковичем Мы соглашения подписывали с нашими европейскими партнерами Мы соглашения подписывали для того, чтобы не раскололись страну Для того, чтобы та часть Украины, которая находится на Востоке не отошла и не сформировала отдельно Украину Мы соглашения подписывали для спасения жизни и людей каждого человека в стране Мы соглашения подписывали для того, чтобы наша страна сохранилась А вам не кажется, что мы разговариваем силы, говорят, что многие люди уже в регионах покидают войска Виктора Януковича. Я думаю, что... Вам не кажется, что сейчас в подписании соглашения вы играете ему на руку? Не в кое-что. Почему? Мы соглашения подписывали не с индуки паролей, мы соглашения подписывали с нашими европейскими партнерами. Мы соглашения подписывали для того, чтобы не раскололи страну. Для того, чтобы та часть Украины, которая находится на новой речи, не отослая, не сформировала отдельно Украину. Мы соглашения подписывали для спасения жизни и людей. Этого соглашения, которое мы соглашаем, мы соглашения подписывали для того, чтобы наша страна сохранились. А вам не кажется, что вы разговаривали силы, говорят, что многие люди уже в регионах покидают войска Виктора Януковича? Я думаю, что не в кое-что вышло из самой драматической страницы нашей истории. Так что по поводу Майдана, оттуда люди постоят? Тут очень важно понять по Майдану, да? Что Майдан, во-первых, это гарантия выполнения соглашения. Это естественно. Во-вторых, Майдан это воля людей. И когда люди почувствуют, что в стране восторжествовала справедливость, они примут решение. А вы думаете, Майдан примет это решение? Я уверен в том, что Майдан не это решение примет. Не, ваше подписание примет Майдан. Майдан, ну мы провели заседание Совета Майдана. Ведь это было очень все... Ну в прошлый раз тоже было решение Совета Майдана, но люди пошли атаковать. В последний момент, когда будете речь идти о доказательных выборах, то есть получается Майдану надо стоять до выборов? Я вам очень четко могу сказать, есть ли доверие президенту. Нет, никакого доверия президента нет. Именно поэтому, в сторону этого соглашения были европейцы. А были вы думали уряды? Варианты негайной выставки, вы думали уряды? Конечно. Мы вчера очень много вариантов рассматрали. Что осталось? Ну, нашли вариант, который поддержали наши европейские партнеры. Скоротить термин повноважения президента и голосовать... А еще до Юлии Тимошенко? Взагалі поставило вопрос? Абсолютно точно. Юлия Тимошенко поставила вопрос. Это вопрос моё личное. Я сделаю все для того, чтобы большинство парламентов проголосовало за закон за звільнение Юлии. Как вы уверены, что лидеры на площадке будут принимать это дело? Мы должны объяснить. И мы не должны только объяснить, мы должны действовать.